Здравствуйте дорогие друзья! Вы на видеоканале Цейхгаус, канале для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забудьте поставить лайк и подписаться. Приятного просмотра! Дорогие наши зрители и подписчики! Санкции докатились и до нашего канала. Монетизация отключена. Несколько лет наша команда выпускала для вас по 2-3 ролика в день в формате тележурнала. Теперь нам нужна ваша помощь. На экране вы видите номер карты Сбербанка, на которую вы можете сделать перевод. Кто сколько сможет. AD Scout, неофициальное название «Ласточка», истребитель, построенный в компании AD. Самолет был разработан конструктором Гаррисом Бутом, как истребитель дирижаблей. AD Scout имел деревянный фюзеляж и 100-сильный 9-цилиндровый ротативный двигатель. В 1915 году было построено 4 экземпляра. Однако в серию аппарат не пошел. Самолет «Л-Кокк А1 Scout» был спроектирован и построен флайт-лейтенантом Джоном Элкокком, снискавшим мировую известность после первого беспоевсадочного перелета через Атлантику вместе с Артуром Брауном на самолете в Виккерс-Виме. Истребитель «Л-Кока» получил прозвище «Сопфич-Маус», так как был собран из деталей разбитых, списанных или неисправных истребителей «Сопфич» – «Трэплейн», «Пап» и «Кэммл». Фюзеляж, тележка, шасси и большая часть нижнего крыла от истребителя «Трэплейн». Внешние части верхнего крыла от истребителя «Пап». Стабилизатор от истребителя «Кэммл». Центральные секции нижнего и верхнего крыльев изготовлены заново. Другими нововведениями в хостовом оперении с проволочными расчалками стали форма и расположение киля и руля направления. Первый полет «А-1» выполнен в октябре 2017 года. На нем был установлен ротативный мотор мощностью в 100 л.с., впоследствии замененный более мощным двигателем. «А-1» некоторое время использовался во втором авиакрыле морской авиации Великобритании. Но в начале 2018 года он был разрушен при столкновении на земле самолета «ДА-4». Альберт Болл, один из лучших асов Первой мировой войны, работал учеником в «Остин Мотор Компани», а с началом войны пошел в британскую армию. В январе 2016 года его перевели в Королевский авиакорпус, где он подготовил свои предложения по созданию идеального истребителя. Использовав свои связи, он добился, чтобы «Остин» получила заказ на постройку двух прототипов – «Остин Болл» – «АФБ-1». Их конструкцию дорабатывал «Брукс». «АФБ-1» был типичным для того времени деревянным, расчалочным, в основном обтянутым тканью, но отличался глубоким фюзеляжем, у которого верхняя поверхность находилась лишь чуть нижней нижней поверхности верхнего крыла, что давало пилоту хороший обзор вперед и вниз. Двигатель Испана Суиза давал неплохие характеристики, но поскольку для британских ВВС серийно выпускались уже SE-5A и Sopfish Camel, на заводах не оказалось мощностей для производства «АФБ-1». В 1917 году военное министерство выпустило спецификацию A-1A на одноместный истребитель для замены самолетов Sopfish Camel в частях королевских ВВС. Фирма «Остин Мотор Компани» представила свой проект самолета, соответствующего этой спецификации. Он получил обозначение «АФТ-3» – истребитель «Триплан» фирмы «Остин Тип-3» и наименование «Аспрей» – «Морской ястреб». «Аспрей» имел простую конструкцию, что облегчало его ремонт. В компоновке самолета многое было заимствовано от Sopfish Triplane. Военное министерство заказало три опытных образца самолета. Первый опытный истребитель построен заводом «Остин» в городе Логбридж. С единственным отличием от проекта верхний пулемет не установлен, так как он оказался слишком высоко и его невозможно было перезарядить. Самолет совершил первый полет в феврале 2018. А с марта до июня 2018 проходил официальные испытания. Самолет «АФТ-3» превосходил Sopfish KML-2F1 с мотором «Бентли» мощностью 150 л.с. по скороподъемности и потолку, уступая в скорости и маневренности. Самолету Sopfish Snipe MK1 с мотором «Бентли» мощностью 230 л.с. он уступал по всем летным данным. Самолет в связи с этим принят на вооружение не был. В связи с тем, что самолет первого опытного образца на вооружение принят не был, второй и третий опытные образцы не достраивались. Субтитры создавал DimaTorzok